Вопросы взаимодействия с мухомором. Если конечная точка, когда грипп ничего нового не говорит, ты погружение, повторяй. Это не грипп не говорит нового, это ты не берешь нового, это ты не работаешь над собой. Это ты себе что-то придумал и вот пытаешься этому соответствовать. Вот и про это сегодня, кстати, пусть это будет темой нашего сегодняшнего разговора. Представления и реальные дела. Это разные вещи. Все, что вы себе представили, оно делом... Если вы начнете натягивать ваше представление на дело, дело вызовет в вас отвращение. Оно вас разочарует. У вас опустятся руки. Придет к вам лень великая. Никакой замысел вы не осуществите. Если есть замысел, вот, ну, вы придумывали себя, например, в будущем. Я должен быть вот таким, таким, таким. Смотрите, уже пять лет прошло, десять-двадцать. А вы таким не стали. И вообще ничего даже для этого не сделали. А потому что оно все в голове. Оно все вот там, на уровне замысла. Там и воплотилась вот эта хуйня. А вам нужно было это увидеть что-то другое. Позволить себе быть исследователем. Позволить себе использовать вашу идею как предлог к новому. Сбегание решения – это тоже решение. А зачем ты хочешь это знать? Что это, блядь? Ну, тоже или не тоже. Какая хуй разница? Не будь ты идиотом. Избегание решения – это то ли. Какие избегания? Куда ты избегаешь? Ты ничего, ни хуя не избегаешь никуда. Избежать не сможешь. Избегание решения. Что ты придумал? Свою хуйню какую-то спрашиваешь. Каких нахуй решений? Избегание решения – это тоже решение. Решить, да, а иллюзия – это тоже иллюзия. Что ты умным хочешь быть, что ли? Себя надрачиваешь, вот свой образ. Типа ты чего-то сейчас умное такое себе поймешь для себя. Тебя парит, а что о тебе подумают люди? И ты думаешь, что вот я такой свободный, меня никто не парит. Ну, парит – это мысль, это идея. Меня парит этот человек. Вот смотри, почему возникает сразу мысль, тебя парит. Что о тебе подумают? Это мысль, что о тебе подумают. Вот ты смотри, они просто происходят. И чтобы эти мысли тебя не беспокоили, и даже беспокойство тебя не беспокоило, и даже страдания тебя не беспокоило, надо практикой заняться. Отрабатывающий навык отслеживания этих мыслей как отдельных объектов, как просто процессов, за которые ты не отвечаешь. Пищеварение, например. Ну, ты можешь говно наесться, и будет больно, плохо, потому что организм будет пытаться с этим справиться. Но не ты. Твоя задача – ухаживать за этим телом. И мысли приходят, значит, они создают какой-то определенный тебе путь. Строят. Все вот эти твои переживания, мысли какие-то нелепые, дурацкие – это строительство твоего пути. Ну, пусть будет. Ну, вот оно просто думает, что о тебе плохо думает. Вот беспокоит, и смотри на этого беспокоящегося черта, блядь, дергающегося, стоящего перед людьми, которые ему кажутся, что о нем что тут думают. Ну, посмотри на это со стороны, это же смешно. И все, отпустил. И увидишь дверь, увидишь путь, увидишь свет. И не ты устремишься туда, а тебя туда понесет. Прям Бог возьмет тебя в руки и отнесет, если ты это увидишь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok